27 июля на часах ближе к 9. На трибунах свободных мест нет. Вокруг огорожены забором площадки. Собираются те, кто не успел приобрести билет, но очень хотел посмотреть уникальный концерт-спектакль. Уверены настроены и артисты. Им не терпелось показать результаты работы длиною практически полгода. Хочется сейчас взять это все отдать. Какое волнение. Волнение это когда-то не уверен в чем-то. А тут уже не волнение, а наоборот хочется поделиться все это в людей, отдать людям. Вот такая история. Мотив знаменитой Беловежской пущи Александры Пахмутовой и Николая Добронравова в исполнении брестских творческих коллективов открыл первую часть многоголосной вечерней симфонии тысячелетия. Именно тысячелетия. Ведь 75-й годовщина освобождения от немецко-фашистских захватчиков – это часть большой истории города. Об этом со сцены говорил мэр города Александр Рогачук, открывая большое мероприятие. Мы считаем, что помимо сохранения исторической памяти, лучшим вкладом, лучшей благодарностью нашим освободителям будет красивый, процветающий город Брест. Город, интересный для инвестиций. Город, интересный для туристов. Город, в котором комфортно жить. Именно такие задачи ставит перед нами глава государства, руководство области в рамках подготовки нашего славного города к тысячелетию. И я уверен, что все у нас получится, потому что мы вместе, потому что мы понимаем ту ответственность, которая лежит перед нами. Вечерняя симфония тысячелетия звучала на знакомом каждому языке музыки, которая выручала и подбадривала человека в периоды его печали. Песни военных лет – то, что еще раз напоминает каждому из нас о той страшной войне, которая 75 лет назад изменила привычное существование обычных людей, принесла в их жизнь скорбь, боль, утрат. Знаково, что и сегодня эти композиции дают надежду тем, кто в мирное время борется за жизнь. На главной сцене Бреста юный артист Влад Якимович. Поддержать оперную составляющую большого творческого проекта приехали столичные артисты. Под вечерней луной звучали лучшие мировые оперные шедевры. Открытое уличное пространство разносило звуки по всей площади, создавая необычную, но очень душевную атмосферу. Организовать такой концерт помогли не только личные инициативы, но и поддержкой со стороны предприятий города, например, Полесье Жилстрой. Это же тысячи лет. Я сама родом из Витебска, и я помню празднование тысячелетия своего города. Это было, это было, это незабываемое ощущение. Поэтому я думаю, что жители города останутся довольны. Объединить людей в одном порыве позволяет музыка. Когда мелодии звучат в унисон с человеческими сердцами, они дают нотам совершенно иную жизнь. А если в композицию врывается гармоничная хореография, то он приобретает совершенно другие вариации. Для меня это особенное мероприятие. Я по такому масштабному поводу впервые в Бресте. Мне очень приятно, что господин маэстро меня пригласил быть частью этого концерта. И это потрясающий вечер. Он запомнится, я думаю, всем солистам, оркестрантам и всем зрителям. Потому что посмотрите, какой размах. Посмотрите, сколько улыбающихся людей. И даже те люди, которые не очень любят классику, я думаю, сегодня оценят действительно то, что сегодня особенное настроение, особая музыка. И симфония тысячелетия, я думаю, состоит. Конечно же, с особым нетерпением публика ждала композиции современной классики в обработке. Музыки, на которой выросли целое поколение. Хиты легендарных Queen, Майка Чапмана, Джорджа Гершвина. То, что близко и знакомо людям вне зависимости от возраста и предпочтений. В ритме ночи звучавшая на площади музыка приобретала новый формат. Ведь симфония тысячелетия звучит лишь раз. Один раз в тысячу лет. Каждый из артистов привнес в концерт что-то свое. А самоучастие для них в мероприятиях приятно и почетно. Я думаю, что Брест вообще вырастает очень в плане музыкальном. Много музыкантов, много гостей, которые приезжают, интересуются нашей историей и добавляют свою какую-то историю. И эта вот культурная жизнь, она просто вырастает. Это очень приятно. Мне, как коренному жителю Бреста, это очень приятно. Но самым мощным аккордом вечерней симфонии тысячелетия стало исполнение новой песни про Брест. Его талантливых людей, преданных своему городу и своей стране. Мы чрезвычайно тронуты приемом Брестской публики, которая собралась под этим небом. И нам действительно удалось сотворить вечернюю симфонию тысячелетия. Надо отдать должное руководству города, потому что оно действительно с большим уважением и доверием отнеслось к построению программы. Надо отдать должное также маэстро Сосновскому. Это творческий гений, и гений которого действительно прогрессивен. Я уверен, что это будет ежегодно. Ежегодно, вечерний, ночной концерт. И замечательно, что такой понарастающий, вижу, уровень нашего подачи материала, мастерства и, соответственно, реакция аудитории. Хороший, замечательный концерт, сбалансированный. Реальный подарок горожанам к 75-й годовщине освобождения. И реальная такая, хороший задел на будущее. Мне почему-то кажется, что, пусть сейчас это кажется еще немножко такой фантазией, но скоро мы здесь увидим и солистов итальянской оперы, скоро мы здесь увидим мировых звезд, потому что врез приехать выступить ночью, наверное, это будет очень круто и очень здорово.